Всем привет! С вами я, Дмитрий Вреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли из названия, об английском завтраке. Сразу скажу, что не в восторге от него, да и вообще предпочитаю на завтрак кашу или какой-нибудь супчик, такой вот извращенец. Но многие из вас, я уверен, предпочтут английскую классику. Вот после просмотра ролика и напишите свои любимые варианты. У Full Energy Breakfast есть еще один здоровенный минус. На его приготовление идет минут 35, то есть 40. То есть это автоматически означает, что если вы работаете, то с утра должен быть кто-то, кто вам этот завтрак приготовит. Кстати, замечу, что широко распространенные мифы об овсянке, это именно миф. Овсянка традиционная шотландская еда. Сэмуэль Джонсон как-то заметил, что в Англии Арсо кормит лошадей, в то время как в Шотландии им питаются люди. Его, правда, шотландцы тут же отбрели, заявив, что именно поэтому Англия знаменита своими кобылами, а Шотландия своими героями. Короче, оставим это слово в покое. Традиционный Full English Breakfast включает в себя три обязательных ингредиента. Это яйца, бекон, фасоль в красном томатном соусе и необязательные, на самом деле фактически обязательные, это соус у нас Full. Это чипсы, по сути, картофель фри. Это поджаренные колбаски по типу куберленских состав. Это поджаренные шампиньоны, это поджаренные томаты. На десерт, а соус еще забыл, еще красный соус, на десерт присутствуют тосты с джемом. Это такой английский мармелад, апельсиновый, горький, ну и, естественно, чай с молоком. Основная сложность в приготовлении в том, что разные ингредиенты имеют в разное время готовки, поэтому нужно подобрать время обжарки ингредиентов так, чтобы они были готовы в одно и то же время. Попробуем. Начну с картофеля. Готовится стандартно для Англии, то есть сначала нарезается ломтиками, потом еще развода, чем в Макдональдсе. Отоваривается до полуготовности в подсоленной воде. Переваривать не стоит. Отбрасывается на салфетку, чтобы дарить лишнюю влагу. Масло для фритюра надо разогреть, и пока оно греется, начну обжарку сырой колбаски. Чаще для завтрака берут колбаски, похожие по составу на куберленские. Они из грубомолотой свинины с достаточно большим количеством свиного сала, процентов 15-20 добавляют хлебных крошек, очень перченые и еще мускатный орех в составе. Сразу же подготовлю шампиньон, он крупный, поэтому порежу на четыре части, и отправлю на сковороду. Я ролик про куберленские колбаски уже показывал, квал их там у мясника, но, мягко говоря, я не в восторге от их качества. Возможно, надо самостоятельно приготовить и показать на канале. Напишите в комментариях, если согласны. Так, ну, картошку уже можно закладывать в масло. Главное не обрыться. А колбаску пора переворачивать. Так, что касается фасоли. Никто ее, конечно, самостоятельно не готовит. На английских супермаркетах 80-90% полок заставлены такими жестянками, так что надо просто открыть банку и разогреть фасоль в кастрюльке. Их можно уже откладывать на сковороду бекон. Обычно используют сыровяленый или сырокопченый. Очень рекомендую использовать бекон сухого фасола. Например, как вот в этом ролике. Бекон мокрого фасола на сковороде течет. Ну, то есть из него выделяется вот этот самый рассол. Он там выкипает. Бекон не жарится. Короче, порнография. Так, уже почти все готово. Колбаску вытаскиваю. Чипсы тоже. Грибы. Бекон перевернуть. Комидор нарезать. На сковороду его. Теперь яйца. И посолить. Их пока не обжариваются, надо заботиться тостами. Отчекрыжить парочку кусочков. Смазать маслом сливочным. И в тостах. Если решить обойтись без десерт, то такой хлеб можно и даже нужно обжаривать в той же самой сковороде, в которой вы жарили бекон и колбаску. Ну, чтобы он, хлеб ваш, пропитался всеми этим вкусами и ароматами. Отлично. Сюда их. И яйца с беконом тоже готовы. Здесь почти все. И, конечно же, чай с молоком. Причем англичане именно чай в молоко льют. Ну, как правило. Ну, и джем апельсиновый. Вот так. Супер. Про фасоль-то я забыл. Ужас. Один из основных ингредиентов практически. Вот теперь все. Еды много. Она разнообразна. Да, надо обязательно добавить красный соус. Это нечто среднее между кетчупом и мусорским соусом. И по вкусу, и по консистенции. Вот теперь точно все. Яйца, бекон, колбаска, картошка, фасоль, грибы. Ну, и, естественно, десерт. Помидор надо поджаривать так, чтобы срезанный край чуть-чуть даже, может быть, подгорел. Ну, по крайней мере, подпалился, а не просто разогрелся. Тут важно сочетание разных вкусов. Как видите, тут и белки, это вот колбаска и яйца. Тут и углеводы, картошка, фасоль. Тут и жиры, бекон и сладости тоже есть. Короче, вот на таком обильном завтраке вполне можно прожить до ужина. Англичане не ужинают, у них обед очень поздно. Если, конечно, не забыть на 5 o'clock выпить чашечку чая с каким-нибудь бисквитиком. Картошка. Грибочек и... Колбаска. Да, не забудьте под роликом указать ваш самый любимый завтрак. Бекончика, наверное. Хрустящий. Отлично. На этом я, пожалуй, завершу. Спасибо за компанию. Да, в ролике вы видели вот такой замечательный саморовский нож серия Супер 5. Ручная заточка каждого лезвия. Это просто какая-то фантастика. Самура превзошла сама у себя. Круть неимоверная. Короче, если захотите обзавестись таким вот классным ножом, то не обзаводитесь, потому что с ним вам нельзя будет обращаться так, как вы привыкли обращаться со своими ножами. Им попользовался, мокрым бросать нельзя. Сразу же помыл, насухо вытер и убрал. Это произведение искусства. Но если все-таки решитесь, помните, по промокоду ФРЕСКО вы получите скидку. Очень даже приятную на сайтах самура.ру и самура.орг. Спасибо за компанию. Всем пока. Упал осветительный прибор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok